Великой Отечественной войны Идея возникла к Дню Победы. 9 мая, конечно, сделать. Все просто. Гипс, гипсокартон и время. Администрация колонии мне фотографии, распечатки принесли. С этого все и снимал. По словам мастера, технология лепки из глины очень проста, но требует немало времени. Создание одной фигурки занимает примерно несколько дней, а на музей Панорама ушло больше двух месяцев. Изначально делается из глины. Потом снимается слепок. Процесс своеобразный. У нас там, в другом комнате, слепки снимаем. А потом заливается гипс, вытаскивается, обрабатывается. Отдаем художнику, он красит, краску подбирает. И все. Здесь процесс. В исправительной колонии номер 12 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области не только Аксарбек Валиев занимается такой творческой деятельностью. В учреждении строго следят, чтобы осужденные исправлялись в том числе, приобщаясь к труду и творчеству. У нас в учреждении существуют кружки различной художественной самодеятельности среди осужденных, где они раскрывают свои таланты. У нас есть художественная самодеятельность по оформлению агитации наглядной, различный спортивный кружок, где осужденные занимаются футболом. Есть у нас кружок иностранных языков, где также они изучают английский язык, французский. Мы, сотрудники воспитательного отдела, подаем им какие-то идеи, они, соответственно, воплощают. Останавливаться мастер не планирует. Следующая масштабная работа – пожарная колонча. Аксарбек рассчитывает, что потратит на ее создание примерно месяц. Тем более гипсовые заготовки уже застывают в специальных формах. Анжела Умбетова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».